Борьба за сохранение прописки в элите российского футбола переходит в решающую стадию. Накануне самарские крылья советов вырвались из зоны стыковых матчей, переиграв на домашнем поле Екатеринбургский Урал. В первой половине встречи соперники долго и максимально осторожно изучали друг друга. На это командам понадобилось целых 45 минут. Одно из основных событий случилось на 20-й минуте поединка. Ломаев получил травму и место в воротах занял Фролов. Впрочем, это не сказалось на результате. Подопечные Игоря Осенькина сумели забить гол в раздевалку, отключился Глен Бэйл. После перерыва самарцы создали для себя комфортное преимущество усилиями Цыпченко и Гарре. Пропустив три, коллектив Гончаренко потерял веру в себя и перестал оказывать сопротивление Волженам. Финальный свисток Мешкова подвел главный итог матча. Крылья советов набрали важнейшие очки и поднялись на спасительную 12-ю строчку, которая позволяет оставаться в РФПЛ. Но делать выводы еще рано. Поединок с Уралом явно пойдет команде с берегов Волги на пользу перед предстоящим сражением. Мы максимально ответственно подошли к этой игре. И в общем-то достаточно хороших, вот у нас полтора тайма было прям неплохих. Евгений Фролов, который давно не получал игровую практику в официальных встречах, готов помочь коллективу в заключительных матчах первенства с «Факелом» и «Спартаком». Я сделаю все возможное, чтобы настроить команду был потрясающим. В это воскресенье крыльям советов предстоит провести матч жизни с прямым конкурентом в борьбе за прописку в чемпионате России. Уже 28 мая в Алжане сыграют на выезде с «Воронежским факелом». Встреча во многом предопределит судьбу команд из нижней части турнирной таблицы. Анатолий Головко. События. Субтитры создавал DimaTorzok